Господи, 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 Христиан, Бог, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже истина небеса, игорь, святится имя Твоя. Да прийди, Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, дашь он здесь. И остави нам долги наши, якожи мы оставляем, дожников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и Крис, ныне и вовеки, веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови и освяти дарит Твоя слов, истинная молитва. За молитву причистить и матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милости, будь мне грешным. Создав мне, Господи, помилуй меня. Боже, Слава согрешил, Господи, прости меня, грешно, помилуй. Я сказал перед обедом, завтраком, коротко будем, они будут пребывать. Что мы делали до завтрака? Начинаем со старшего. Пришел. У меня задание одно. Помолиться. Начинаем молиться ровно в пять. После этого я тебе дал задание какое. Шкурить, показал как. Теперь это знаешь, срубить, которые малые сучки. После этого я беру урагана, забираю шарик, а шариком прихожу сюда и иду. Дохожу до Симаковского, разворачиваю, бывает, в лагерь или вокруг. И тем ходом, где коровы, захожу сюда домой. А здесь тогда я сразу начинаю смотреть. Так, как у меня там кошки? Он за них отвечает, но я все равно буду смотреть. Надо веник поставить, какой-нибудь веник наружу, около двери. Как-то казалось, веником чуть-чуть приоткрыл, чтобы они не выскочили. Они сразу отбегают. И больше не надо ничего. Веник обратно наружу. Веник наружу. Хорошо бы, чтобы там отгонять. Они летут прямо у двери. Посмотрел, что, как, совершенно нормально. Кормит он. Пошел проверять, как ты там с голубями. Вот сам послушай. Я захожу, первым делом голубят ищу. В другом месте они. Прощупал, поднял. Ну, они бы уже, ну, вдохну как, или померли. Если бы не кормили, выходит. Или они где-то маленько берут. За ним большой уже голод, больше попадает ему. Я сундулся в тазик. В тазике одна мякина. Пшеницы нету. Как ты можешь смотреть? Вот здесь вот я установил тазик, принес. Около ты, чтобы не брали сверху там песок, я высыпал. Во второй тазик. И которая банка там, из нее я насыпал. Чтоб два тазика стояли. И все время поднимать. Я выложил, там увидишь, там мусора, где ничего нету. Потому что пшеницы у нас нечисты, отходы. И у них ничего нету. А когда нету? Вчера, в шедере, сегодня, не знаю. А ты как же? Посмотрел сверху и все. А ты в ладони возьми, видишь, там мякина. И она не курица. Голубь. Он не может туда взять. Никак. А курица она разгребает, разборцает, если пшенищинка она найдет. Я им насыпал. Второй тазик пошел искал, искал. Нигде тазиков нет. Ну, залез наверх. И оттуда тазик снял. Кажется, здесь. Сразу второй тазик насыпать. И смотреть. Вода хорошая. Видишь, сколько надо? Посмотреть за голубятами. Смотреть за этим. Это то, что я сделал. Вроде это не худышное дело, а на самом деле это надо. Просто необходимо. Дальше я от этого отбраса освобождаю козьмики. Откуда эти у нас там разные бревешки. После этого я возвращаюсь. В интернет скорее события дня. И даже в чатру летку зашел. Работает. Отлично просто. Вот вчера и сегодня. Отвечать на вопросы. Хотел вам фотографии послать, но не успел. Я буду отвлекаться иногда. Я взрываюсь. Дарабанги. Вот это до завтрака, что я успел сделать. Гожу на часы и поразговариваю с одним. Мусульманин. А у меня там Коран лежит. Тебя показывают. О, Коран. А ты должен считать. А считать не можешь по-арабски. Баран. Я говорю, вы... А вы как считаете? Ну как? Вы же сами считаете. Я по своей книге, вы по своей. У нас так посмотрят на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Если он в командировку или где-то поехал, жене один раз изменился, укупился. Семь лет он в храм не будет заходить. А у вас четыре в одной комнате могут быть. И у тебя все законно. Что? Разврат. У нас даже это не разврат, а безумие полное. Пишет в судане один правил двухсотую свадьбу. Но ни разу не нарушил закон. Он берет пятую, а четвертую выбрасывает. Он все время... Вот почему она с манистами тут на шее. У нее все богатство, весь банк мне на шее. Он прокричал соседу через это. А с соседом договорился уже. Слышишь, сосед слышал. Я развожусь там со своей айшой. Хорошо, сосед. Ты еще три раза слышал. Все. Айша не имеет право заходить в дом. А если она беременная, родится. Сына грудью открутила и выходя отсюда. Назад он ее не может уже взять. Даже сам пожелает. А чтобы вернуться к нему, она должна где-то стать чьей-то женой, хотя бы на одну ночь, и только после этого вернуться. То есть в Библии написано, Иеремия 3 глава 1 стих, что если жена ушла, сделала с другого, то может ли он обратно принять? Не разбратилась ли бы вся земля? Ну-ка открой, Иеремия. 3 глава 1 стих. Я говорю, огромная разница. Он меня спрашивает, а вы не хотели бы ислам принять? Я говорю, разумный человек, небо менять на землю никогда не будет. Это как? Он не понимает ничего. Я сейчас о нем разговариваю. Ну как вы так говорите? Это разбрат, это нет. По твоей книге нет разбрата вообще. Ясно. Может быть, ты еще на ложный... Третья глава. Или нет. Третья, одиннадцатая, да? Третья, первая глава. Первый стих. Ты паснин, ты не размазывай главу. Третья глава, первый стих. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли она этим? Не осквернилась ли бы страна этим? Страна возвратиться. Вот определенно. Это в Ветхом Завете даже было. В Ветхом Завете положить. А у вас, я говорю, ежедневно и везде. Главное, вопрос стоит только один. Чтобы одинаково всем он создавал. Одинаково спал через день, один со мной неделю, а другой день. Порому, чтобы всем было. Больше ничего нет. У вас ничего духовного нет. Ни рождение свыше. Ни водитель с Духом Святым. Вообще ничего нет. Это все святые об этом говорят. Не я. Я по своей вере знаю. И иногда спрашивают, у нас про Бог. Там в Библии написано. Где написано? А Духе Святом написано. Придет, а они привлекляют к себе. Вот с ума сошли. На чем опомнят? О страданиях Христа. А вы его страдания вообще не признаете. И он не умирал. Евреи говорят, украли его. Потому что умики в крови были. Он не воскрес. А эти говорят, вообще не умирали. Через шестолетие. Поэтому это я сейчас успел поговорить. Ну, в таком случае я с вами разговаривать не буду. Еще раз говорю, я тебя возвестил. Христос будет судить мир. А один сейчас зашел тоже. А я атеист. Атеист. Безбожник или атеист? Он не знает разности. Не верующий, то есть слепой и все. А атеист, атео, то есть против Бога, вонит, которого не признает. Он стал говорить. Ты, зачем ты живешь? Он не знает. Ну, цель какая у тебя? Если цели общей на земле нету, мы лбами будем друг другу, как бровно движение. Должна быть одна общая цель. И эту цель достигаем, может быть, по-разному. Не может, нет, не вопрос ответить. Я гляжу уже без пяти минут, бегом, бежать сюда. Вот. Ну, а Володя, что спрашивать? Он на кухне. Как только сестры приедут, мы их сразу поставим. Ты имеешь что сказать? Да нет. Ну, все, благодарим. Как и не ты. Я только время терял к Володе, когда уехал. Я сам готовил. Надежда Васильевна, я нигде не ехал. Таня один раз принесали, два раза. Надежда Васильевна бывает что-то посудит, поставит на холодильник. Ну, все. Молочный суп. Сегодня... А? Молочный суп с рисом. Молочный суп это, да? Да. Плохо карасей нет. Надо как-то залебащить один раз сходить. Сесть на свою машину, туда уехать. Я вот раскинула, взять лопку на ней, переплыть на ту сторону. И по берегу идти. Не обязательно в воде быть. И по шлюзу. Продолжение следует...